Продолжение следует... Добрый вечер. На канале БТБ новости в студии Оксана Гуцайт. Президент Украины Петр Порошенко обещает кадровое решение по результатам анализа последних событий в зоне АТО. Об этом глава государства заявил в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня знаний в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. По словам Петра Порошенко, обострение ситуации на Донбассе и начало неприкрытой агрессии со стороны России коренным образом меняет обстановку в зоне боевых действий и ставит новые, более сложные вопросы перед силовыми структурами. Сегодня Толя Терещенко официально стал курсантом Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и получил первые в своей жизни погоны. Парень вдохновился примером отца, который принимал участие в антитеррористической операции и был ранен. Это уже семейное дело, поскольку я не первый человек в семье, который учится в этом лицее. Этим делом занимается уже не первое поколение и долг каждого мужчины защищать свою родину. В этом году в лицее будут учиться несколько детей, родители которых принимают участие в АТО, и 32 юноши, переехавших из Донбасса, рассказывает полковник Сергей Матыка. И добавляет, события на востоке Украины подняли патриотический дух и объединили украинцев. Все настроены, все патриоты, у всех родители. В этом году даже я не знаю, я такого еще не видел. Родители, бабушки, дедушки, все родственники настолько патриотично настроены и вообще объединены одной идеей целостности – неприкосновенности Украины. Юрий и Наталья, родители одного из багоновцев, рассказывают, решение поступать в лицей их сын принял самостоятельно. Был выбор среди других учебных заведений, но после того, как сдал экзамены, сказал, что больше никуда не хочет. Только сюда. Он у меня один, и я горжусь его выбором. Но так как вы знаете, какая ситуация в Украине, то каждая мама переживает за своего сына. Полковник Виктор Яцина, выпускник лицея 1968 года, возглавляет Кадетское Содружество Украины. По его словам, сегодня Украина как никогда нуждается в возрождении системы подготовки к военной службе с ранних лет. Мир не выдумал и не придумал лучшие системы воспитания своей национальной элиты с юных лет, когда закладываются основы духовности, когда закладываются все те качества, которые нужны человеку, способному отвечать и принимать ответственные решения, и именно в этом возрасте. Посетил торжественное мероприятие в Киевском военном лицее и президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что вооруженные силы Украины теперь будут приоритетом для государства. Военнослужащие по праву станут элитой общества, а армию ожидает глобальная модернизация. Ваша будущая профессия – защищать Украину. Именно для этого вы и должны стать высокообразованными офицерами. Нас ожидают перевооружения, появление все большего количества современного высокотехнологичного оружия. Оно требует не только военного таланта, не только выправки, но и интеллектуального обращения. Присутствующие также почтили память выпускников лицея Ораста Квача и Юрия Белоброва, которые героически погибли, защищая независимость нашей Родины. Тамара Кононенко, Александр Банный, БТБ. Президент Украины Петр Порошенко благодарен США за инициативу предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО. А также надеется на то, что во время визита в эту страну сможет поднять вопрос о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик террористическими организациями. Об этом глава государства заявил на встрече с американским сенатором Робертом Менненденсом, который в свою очередь сообщил о том, что уже призвал Барака Обаму усилить санкции против России. Он также назвал действия Москвы военным вторжением и заявил о необходимости предоставить Украине оборонительное оружие. На мой взгляд, Украине необходимо предоставить оборонительное оружие, чтобы она могла защищать себя от агрессии, перед которой она стоит. Я написал письмо президенту Обаме, чтобы поддержать более широкие санкции и чтобы руководство США и ЕС поняли вот эту реальность. И также прошу его предоставить оборонительное вооружение украинскому правительству. Сегодня с Днем Знаний соотечественников поздравил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Утром глава Кабмина посетил торжественную линейку одной из киевских школ. Премьер обратился ко всем с призывом объединить силы для восстановления мирного неба над головами тех, кто в День Знаний не смогли пойти в школу. Большинство школьников пришли на торжественную линейку в вышиванках с лентами и флагами. Национальные атрибуты не требования к учащимся, говорят учителя. Юные украинцы действительно прониклись в национальные идеи единства. Ну это прекрасно. У меня других слов нет, потому что как раз патриотизм вот этот поднялся у детей и у взрослых. Поэтому они выражают таким способом свое мнение, свой патриотизм. Мы гордимся тем, что сейчас на самом деле у нас проходит такой период роста сознания от народа до нации. И это, собственно, видно по нам. Это, наверное, впервые так много всего. И флаги, и даже цветы мы выбирали какие-то именно украинцы. Привычная для начала учебного года суматоха в одной из столичных школ дополнилась подготовкой к визиту главы правительства. Арсений Яценюк появился на торжественной линейке вместе с супругой и двумя дочками Кристиной и Софией. Все наши дети пришли на первое сентября. Это является признаком того, что мы с вами непобедимы. Не во всех школах сегодня отметили первое сентября. Не везде в Украине мирное небо. Мы защитим государство. Мы защитим наши семьи. И мы защитим нашу страну и наше будущее. Сразу после линейки премьер отправился в Днепропетровск, чтобы навестить раненых бойцов сил АТО, которым удалось прорваться из блокированного боевиками Иловайска. Они нуждаются в нашей и в вашей поддержке. Я передам от каждого из вас самые теплые слова. Поддержите их, по крайней мере, аплодисментами. Может, они услышат их в Днепропетровске и по всей стране. Мы обладаем силой, а потому мы непобедимы. Слава Украине! Слава! Андрей Луценко, Сергей Савчук, ВТБ. Да, сразу после школьной линейки премьер-министр Украины Арсений Ясенюк вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым посетили Днепропетровскую больницу, где лечатся военные, вышедшие из окружения под Иловайском. Боец спецбатальона Днепр-1 Владимир Поросюк рассказал о том, как их подразделение попало в окружение и сдалось в плен только после того, как расстреляли весь боезапас. Непосредственно в больнице премьер-министр вручил награды Владимиру Поросюку и командиру батальона Донбасс Семену Семенченко. Очень много раненых наших ребят. Все, что нужно по финансированию, по медикаментам, по врачам, все это обеспечивается. Денег на счетах, миллиарды. И нужно, чтобы оборонное ведомство быстрее их использовало. Но главное – это боевой дух и уверенность, слаженность и дисциплина. Везде. В Министерстве обороны, в руководстве АТО. Я поддерживаю позицию президента относительно безотлагательной смены руководства в оборонных ведомствах. По всей территории Донбасса уже обезвредили более 16,5 тысяч взрывоопасных предметов разного назначения. Сейчас в зоне АТО работают 23 пиротехнические группы. Это 150 специалистов. В своей работе они используют 40 единиц специальной техники. Большая часть взрывоопасных предметов была установлена в школах, детских садиках, скверах, парках, недалеко от проезжей части. Некоторые были замаскированы, в том числе и под детские игрушки. То есть задание ставилось целенаправленно. Максимально навредить людям. И в первую очередь, как это не цинично звучит, рассчитывали, что это будут дети. В Мариуполе и Славянске освобожденных от террористов отметили День знаний. Здесь открылись все школы. А вот в Луганской и Донецкой областях в целом к работе приступили лишь 797 средних учебных заведений. Еще 900 начала учебного года перенесли предварительно на 1 октября. Россия стягивает в Новоазовск войска, бронетехнику и артиллерию. За город идут бои. А в Мариуполе, что в 40 километрах от Новоазовска, открылись школы. Перед началом праздника родители украшают форму детей сини-желтыми ленточками. А старшеклассники взяли с собой украинские флажки. Как и было запланировано, первым для всех классов стал урок, посвященный единству Украины. И просьба детей о мире как никогда актуальна. Мы видим, что Донецк полностью разрушен. И мы, дети Украины, не хотим, чтобы так же уничтожили и наш родной город, Мариуполь. Мы хотим жить в мире. Мы хотим сказать всем детям на этой планете, что хотим жить мирной жизнью, так же, как и вы. Я хочу жить в мире. Я думаю, что все устали из-за неспокойной обстановки. Мы все надеемся, что воцарится мир на стабилизацию ситуации. Вероятное наступление боевиков на Мариуполь при поддержке российских войск захлебнулось. Жители города, ставшие на его защиту единым щитом, облегченно вздохнули. Это особый учебный год, потому что, к сожалению, мы находимся в неспокойной обстановке. Вот уже неделю с того времени, как был взят город Новоазовск, уже неделю город Мариуполь находится в ожидании. Была паника. Мариуполь был захвачен пророссийскими боевиками в мае. 13 июня его отбила украинская армия. Намного дольше в руках боевиков находился Славянск. Город был серьезно разрушен. Многие школы пришлось восстанавливать. Хай звучит на святой гимне и прекрасной, что вперед нас в майбутне поведет. Это надежда на то, что все-таки у нас воцарится мир, что дети будут получать знания, которые необходимы им в дальнейшей жизни. В Министерстве образования Украины подсчитали. В Донецкой и Луганской областях открылись менее половины школ. А в населенных пунктах, где ведутся боевые действия, начало учебного года перенесено на 1 октября. Впрочем, окончательная дата будет определена, исходя из сроков освобождения захваченных городов и сел от террористов. Александр Мужичук, БТБ. Первый звонок сегодня раздался для 4 миллионов украинских школьников. В этом году многие дети вместо школьной формы надели вышиванки, а девочки украсили себя венками. Про первый учебный день расскажет Екатерина Доброгорская. Любить Украину усни и наяву. Вы же небо свою, Украина. Красую и вечно живую новую. И мову ей соловьей. Первый урок посвятили теме «Украина – единая страна». В 220-й киевской школе ученики подготовили к уроку презентации о народных обычаях и традициях. Некоторые читали стихи украинских поэтов. Мы все украинцы, мы любим Украину. И понятно, что именно патриотическую поэзию мы и выбрали для этого урока. Я еще раз доказала себе, что наша страна на самом деле – единая страна, нераздельная. Неважно, центр, запад, восток, север или юг. Это все одно целое, которое никто не сможет никогда разделить. Учителя рассказывают, за последний год патриотический дух у детей вырос в разы. Украинский язык становится все более популярным. Ученикам принадлежит инициатива прийти 1 сентября в вышиванках. Сейчас у нас такая ситуация в стране. Этот урок укрепляет дух у детей. Наша цель – конечно, патриотическое воспитание. В этом году в классах много новеньких. Только в 220-й школе 34 ученика из Донбасса. Дети рассказывают, практически все их одноклассники разъехались по разным городам Украины. Класса, который раньше состоял из 24 человек, осталось всего около 7 в городе. Новый класс – это, конечно, тяжеловато, но я думаю, что все будет хорошо. И также у каждого ребенка, который пошел в школу. Среди педагогов тоже пополнение. Учительница украинского языка и литературы Наталья Аскалан преподавала в Центральной школе Донецка. Киев приехала два месяца назад. Говорит, в столице ее приняли очень тепло. Начальник отдела образования искренне, радушно встретила меня. И, посмотрев резюме, сказала, я закрываю дверь, я вас никуда не отпускаю, вы будете работать. В целом, по данным Минобразования, 1 сентября только в столичные школы пришли более 3,5 тысяч детей-переселенцев из Крыма и Востока. А по всей стране насчитывают около 20 тысяч школьников, оставивших Донбасс. Екатерина Доброгорская, Андрей Никонов, БТБ. Оставайтесь с БТБ, далее в нашем выпуске вы увидите. Луганские военные с опознавательными знаками Вооруженных сил Российской Федерации контролируют коридоры поставки вооружения на территорию Украины. Об этом сообщает в СНБО. Генсек Альянса заявил, что НАТО и Россия больше не партнеры. Представитель ЕС говорит о том, что Россия также больше не стратегический партнер Евросоюза. Пройдет ли процесс люстрации в Украине и кто его тормозит? В Луганске зафиксировали военных с опознавательными знаками Вооруженных сил Российской Федерации. Они организовывают и контролируют коридоры поставки вооружения на территорию Украины. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. В большинстве населенных пунктов Донецкой и Луганской областей на смену боевикам прибывают профессиональные российские военные, которые не скрывают свои принадлежности к Вооруженным силам Российской Федерации. В Луганске зафиксированы военнослужащие с опознавательными знаками Вооруженных сил Российской Федерации. Они организовывают и контролируют коридоры поставки военной техники и новейшего вооружения на территорию Украины. Россия попросила боевиков направить некоторых украинских военнопленных на территорию Федерации. Против них намерены фабриковать уголовные дела. Это стало известно из перехваченных телефонных разговоров лидеров-террористов. Один из них сообщил, что европейские страны собираются рассмотреть вопрос признания ЛНР и ДНР террористическими организациями, что может привести к санкциям. Поэтому Москва пытается сработать на опережение. Они готовы неофициально послать нескольких опытных сотрудников Следственного комитета на территорию Новороссии с целью оказания помощи вновь формируемым органам следствия Новороссии и для проведения непосредственно допросов всех оперативных мероприятий на территории. Но при условии, конечно, что это не будет рядом где-то с линией фронта, идеально какой-нибудь... Если власти Новороссии могут предоставить небольшое помещение с небольшим подвальчиком для содержания временного особо интересных военнопленных, люди со Следственного комитета готовы предоставить любое содействие, материально-техническую помощь, помощь людьми для того, чтобы проведить фильтрацию пленных и, возможно, в согласии руководства Новороссии, отдельные эти пленные будут неожиданно всплывать на территорию РФ, где будут моментально арестовываться за незаконное пересечение границы и тут же пускаться в дело с материалами, которые будут собраны вот в этом центре. Да не вопрос. Силы АТО закрепились между Комсомольским и Раздольным в Донецкой области. Это дает возможность обеспечить прикрытие, оказать помощь нашим бойцам, выходящим из окружения под Иловайском. По словам спикера информцентра СНБ Андрея Лысенко, процесс выхода военнослужащих из котла продолжается. Ранее советник главы МВД Антон Герасченко заявил, что из окружения выбралось более 150 силовиков. Всего в операции было задействовано порядка 500 украинских бойцов. Террористы и российские военные продолжают блокировать Новоазовск. Об этом сообщил спикер информцентра СНБ Андрея Лысенко. В то же время, по его словам, силы АТО обеспечивают оборону Мариуполя. Образован своеобразный фортпост украинских войск, который не позволяет противнику проникнуть в Запорожскую и Херсонскую области. Силовики и батальоны терробороны продолжают укреплять позиции. В строительстве укрепрайонов в окрестностях города активно участвуют и сами жители Мариуполя. Россия проиграла гибридную войну Украине. Наши вооруженные силы уверенно теснили банду российских наемников, поэтому Кремль вынужден был перейти к полномасштабному вторжению своих регулярных войск. Об этом на своей странице в соцсети написал министр обороны Украины Валерий Гелитей. Теперь, по его словам, операция по освобождению Донбасса от боевиков завершена, и Украина должна обороняться от России. Мы должны отказаться от паники и показать, что украинцы не собираются сдаваться. Это наша Великая Отечественная война, и мы в ней непременно победим, подытожил министр. Консультации трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине планируется продолжить в Минске 5 сентября. Во время сегодняшней встречи стороны обменялись документами и условились их рассмотреть до завтрашнего дня. В переговорах принимали участие представители АБСЕ Эдельхей Тельявини, второй президент Украины Леонид Кучма и посол России в Украине Михаил Зурабов. Присутствовали также представители незаконных вооруженных формирований Андрей Пургин и Алексей Корякин. Стороны обсудили вопрос освобождения заложников, которые незаконно содержатся на территории России, работы мониторинговой миссии АБСЕ на украино-российской границе и формат прекращения огня. Россия больше не стратегический партнер Евросоюза. Об этом заявила новоизбранный высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерико Маггерини в интервью итальянскому изданию «Карьери де ла Сера». По ее мнению, партнерские отношения Москвы с Брюсселем разрушила политика и военная агрессия президента России Владимира Путина. В частности, то, что действия Кремля в отношении Украины идут вразрез с предыдущими договоренностями, достигнутыми в Женеве, Берлине и Нормандии. ЕС и дальше будет вводить санкции против России, потому как не видит другой перспективы. В Украине идет война. Этот факт признал новоизбранный глава Европейского совета Дональд Туск и призвал всю Европу осознать, что речь идет совсем не о конфликте, а о войне и стать на защиту Киева. 30 августа Туск избрали новым президентом наивысшего органа Евросоюза Европейского совета. Он сменит на этом посту нынешнего главу Германа Ван Ромпе. Генсек НАТО Андерс Фукрасмусен считает, что альянсы России являются противниками, а не партнерами. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, во время саммита НАТО 4-5 сентября союзники и Украина обсудят дальнейшие шаги по поддержке нашего государства в условиях агрессии со стороны России. В частности, ответ на агрессивное поведение России в Украине будет согласован план действий, предусматривающий более заметное присутствие Североатлантического альянса в восточных европейских странах. Также стало известно, что НАТО создает новые силы быстрого реагирования альянса. В них войдут Британия, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, Нидерланды и Канада. Насколько я понимаю, нынешнее высшее политическое руководство Украины ожидает, что новый парламент после выборов изменит законодательство относительно внеблокового статуса страны. Давайте подождем. Если парламент примет законодательство, отменяющее внеблоковый статус, тогда можно ожидать, что Киев затронет этот вопрос в рамках комиссии Украина-НАТО. И на базе этого Украина и НАТО будут нарабатывать планы последующего партнерства. Ангела Меркель считает, что санкции против Российской Федерации абсолютно необходимы. Тем не менее, канцлер Германии признала, что немецкие компании могут пострадать от ограничительных мер. Напомню, лидеры стран-членов ЕС в ночь на воскресенье поручили Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС в течение недели подготовить предложение по новым санкциям против России. Ранее Меркель высказалась против идеи поставок Западом вооружения Украине, потому что это создаст впечатление возможности военного решения украинского конфликта. Не будет военного решения этого конфликта. Я это говорила с самого начала, и я глубоко убеждена в этом и сейчас. Такой же точки зрения придерживаются и остальные члены ЕС. Но мы не можем принять поведение России, и именно поэтому я считаю необходимо подготовить новые санкции. Потому что негативные последствия, которые могут возникнуть, это лучшее, чем последствия нашего бездействия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петр Порошенко назначил заслуженного врача Украины Ольгу Богомолец советником главы государства. Президент заявил, что страна переживает бурные времена, и все неравнодушные люди, имеющие высокий авторитет в обществе, должны объединяться. Говоря о реализации договоренности с представителями волонтерского движения, глава государства сообщил о том, что подписал закон об упрощении регистрации лекарств для нужд АТО. Также завтра представитель президента Верховной Ради внесет законопроект, которым отменят двойное налогообложение благотворительной помощи. Ольга Богомолец, в свою очередь, инициировала создание информресурса, который поможет семьям, потерявшим кормильца. Люстрировать нельзя оставить. Где поставить запятую в этом предложении, сегодня на заключительном заседании решали депутаты рабочей группы, занимающиеся соответствующим законопроектом. Кто может попрощаться со своим государственными местами, знают наши корреспонденты. Чиновникам коммунистического режима и времен Генуковича, коррупционерам, сепаратистам, их спонсорам и пособникам вскоре запретят работать на госслужбе на срок до 10 лет. Это люди, занимавшие высокие руководящие должности в Комсомоле среди коммунистической партии. Люди, которые не могут показать своё состояние, свои активы. Те люди, которые были во время правления режима Генуковича, занимали определённые должности чиновников, начиная от министров и заканчивая определённым средним руководящим звеном. Те люди, которые были задействованы во время разгона Майдана. Особого внимания заслуживают сотрудники КГБ. Ведь бывших КГБистов не бывает, считает глава люстрационного комитета. Предлагаем, чтобы все, кто имеет связь и отношения к КГБ, были исключены из органов госвласти. Это основной канал влияния Путина. Главный. Я подозреваю, что большая истерия, которая сейчас есть в путинских медиа против нашего закона об очищении власти, связана с тем, что мы забираем КГБшников. Они этого не хотят. Впрочем, из законопроекта всё же могут забрать норму о люстрации людей с коммунистическим прошлым. Субъекты инициативы, посоветовавшись с экспертами, проведя определённый сбор статистических данных, определили, что очень большое количество людей, которым уже за 50, тем или иным образом участвовали в этом. Потому что государство так было построено. Процедуру будет проводить национальное агентство по вопросам госслужбы. А вот кто будет назначать главного люстратора страны, премьер или парламент, депутаты пока не решили. При этом нацагентство в каждом районе создат специальную комиссию, состав которой должны обязательно входить как минимум по одному журналисту и общественному деятелю. Они должны контролировать, чтобы не было такого, что судья лопается от земли и домов, но проходит люстрацию, потому что кто-то там подписал положительное заключение, чтобы в такую комиссию могли обратиться граждане, журналисты и представители общественных организаций, которые там будут, поднять шум и иметь право назначить проверку повторно. Законопроект депутаты обещают доработать уже до конца дня, чтобы в ближайшее время отправить его на рассмотрение комитета, а потом и в сессионный зал. Анна Каменева, Александр Котельников, БТБ. Россия и Украина готовы провести трехстороннюю встречу по вопросу поставок газа 6 сентября. Об этом заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Ранее российская сторона предложила, не дожидаясь решения арбитража, установить цену поставки газа в Украину в размеры 385,5 долларов за тысячу кубометров. Киев же намерен настаивать на предложенном Еврокомиссии компромиссном варианте временной цены российского газа для Украины. Летом 320 долларов за тысячу кубометров, а в зимний период 385 долларов. И не принимает условия российской стороны относительно скидки в 100 долларов на тысячу кубометров за счет отмены таможенного сбора. Украина в августе увеличила импорт газа из Европы на 13%. Об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем Польши и Венгрии. Стоит отметить, что суточные объемы поставок газа из Венгрии, в отличие от Польши, уже на протяжении четырех месяцев не достигают максимальной технической возможности в 16 миллионов кубометров природного газа. В августе суточные поставки топлива из Венгрии в среднем составляли 4 миллиона кубометров. Завтра Словакия начнет реверсные поставки газа в Украину. Ранее стало известно, что импорт украинских товаров в ЕС вырос на 14%. Официальный курс гривни сегодня укрепился почти на 50 копеек. Торги на Межбанке стартовали на уровне 13,75-14,15, но уже на конец торгов котировки составили 13,05-13,50. Укрепление гривни позволило Нацбанку повысить официальный курс с 13,60 до 13,11 гривен. Как сообщили дилеры коммерческих банков, регулятор на Межбанк не выходил. Напомню, на прошлой неделе руководители 40 крупнейших банков Украины и правления НБУ согласовали курс гривни на уровне 12,5-13 гривен ровно. Также в пятницу Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине второго транша размером 1,3 млрд. 390 млн. долларов. Эти деньги должны поступить в Украину уже в ближайшие дни. Есть хорошие новости для валютного рынка. И договоренности начали работать. Я так понимаю, что определены маркетмейкеры для валютного рынка. Они включились в работу и сегодня мы видим понижение валютных котировок. Нам обещали, что до 3 сентября рынок успокоится. И та тенденция, которая началась сегодня с утра, говорит, что да, действительно, цель досягаема. И скорее всего, 3 числа мы будем в коридоре 12,50-13,50. Украинская диаспора в Испании организовала стенд в поддержку сборной Украины по баскетболу. Отметим, что украинская команда впервые пробилась в финал чемпионата мира по данному виду спорта. В активе сборной уже есть одна победа и поражение. В стороне басков сейчас проживает более 2000 украинцев. Большинство из них объединились и подготовили к выставке буклеты с информацией об Украине. Сине-желтые флаги, печенье и другие символические сувениры. Также они проведут аукцион, а вырученные с него деньги отправят украинским солдатам. Иностранцам не безразлична судьба Украины, поэтому они охотно подходят к стенду и интересуются событиями, происходящими на востоке нашей страны. Мы не поддерживаем Россию, мы поддерживаем Украину. К сожалению, европейские политики вовремя не отреагировали на то, что происходит. Также нас люди спрашивают о футболках. Очень хотят купить футболки нашей украинской команды. Я им говорю, извините, но у нас есть только три футболки с автографами команды. Их Федерация баскетбола Украины привезла для того, чтобы поучаствовать и помочь нашим украинским солдатам, которые защищают нашу Украину в данный момент. Я им говорю, у нас 4 сентября будет аукцион. Приходите. До 4 сентября еще далеко. У вас есть время. Проведите его с пользой. Включайте канал БТБ. Обязательно смотрите наши новости. Следующий выпуск в 22.00. Спасибо, что были с нами. До встречи.